Приветствую вас, аноним. Давайте я прочитаю ваш вопрос. Можно ли что-то сделать с его патологической ревностью? Как-то эту ситуацию поменять? Можно, если, первое, может быть человек сам понимает, что это проблема и хочет с этим что-то делать, и, с другой стороны, если вы измените своё поведение. Что я подразумеваю под вашим поведением? Под вашим поведением, под изменить ваше поведение, я понимаю, значит, следующее. Вы даёте мужчине понять, как мне показалось, что он прав в своих подозрениях насчёт вас. Вот, т.е. вот вы говорите, да, что, значит, так, теперь я подозреваю, что я в этой игре общаюсь, не скрываю это. Вот, т.е. очень важно оно то, как вы реагируете на его ревность. Если вы реагируете на его ревность, то как бы пытаясь его успокоить, пытаясь ему что-то объяснить, это к большему. К сожалению, является ничем иным, как подкрепляющим момент. Это такая подкрепляющая история для человека, вот. То есть, человек чувствуя и видя, что вы там как-то, например, обравдываете всех, видя, что вы как-то, например, что-то объясняете ему, вот. Он начинает думать, что, возможно, он прав. Ну, скорее всего, он прав. И, соответственно, он таким образом получает достаточно лёгкий, как мне кажется, доступ, лёгкий способ к тому, чтобы получить то, что ему нужно. А именно подкрепление, допустим, там, своей неуверенности в себе, к примеру. Ну, как, ну, как, 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 как вариант, допустим. Вот. То есть, это достаточно, достаточно важный момент, на который вам нужно обратить своё внимание. Нет, никто не говорит о том, что вы... эм... Эм... ...клицуете с другими мужчинами. Я более чем уверен, что... ...общаетесь вы... эм... ...как бы, ну, адекватно, да? То есть... ...не... ...ничего такого... ...эм... ...у вас нет. Ничего такого в... ...в вашем взаимодействии... ...с мужчинами нет. Я более чем в этом уверен. Но... ...важно понимать, что... ...человеку, как человеку, который склонен к ледности, это, в принципе, не важно. Вот. И... ...соответственно... ...измениться он может... эээ... ...поторюсь только, если... эээ... ...захочет этого сам. ...другого способа... ...измениться... ...ээ... ...ээ... ...именно вот... ...поторюсь отревновать. Нет-нет-нет. А чтобы человек... ...ээ... ...в какой-то степени быстрее... ...ээ... ...прошел... ...к... ...к... ...тому... ...чтобы... ...ээ... ...ээ... ...ну... ...быстрее пришел к тому, что ему... ...ему нужно... ...меняться... ...допустим, да? ...или что... ...там... ...ревность... ...это... ...проблем... ...напр... ...например... ...вот... ...ээ... ...ээ... ...нужно, чтобы вы придерживались... ...ээ... ...определенной... ...модели... ...поведения... ...нужно, чтобы вы... ...ээ... ...ээ... ...следовали... ...определенной... ...модели... ...нужно, чтобы вы... ...старались... ...следовать... ...определенной модели... ...ну, естественно, если вам эта модель... Ну, к примеру, если она вам близка, если она вам не прийти, вот, если вы относитесь, ну, если вы можете эту модель реализовать, скажем так. Вот тогда, в принципе, я думаю, шансы на то, что он изменится, есть. Итак, давайте подумаем вот о чем. Вы в своем тексте описываете его чувства. Чувства своего молодого человека. Но вы, как это не аппаратокально, не описываете свои ощущения, свои чувства. Вот. Свои эмоции. Этого вы не описываете. И, эм, как мне кажется, начать нужно именно все реакции ваши эмоциональные на то, что происходит. То есть, условно говоря, как вы реагируете на ревность, эм, вашего молодого человека. И, как вы, эм, условно говоря, эту реакцию проявляете. Это важно, потому что от того, насколько вы осознаете, например, то, что чувствуете, и от того, как вы это выражаете, зависит дальнейшее ваше развитие отношений с мужчиной. Вот. Поэтому я хочу обратить на это ваше внимание. Да? Вот чем более искренне вы будете здесь, тем более внимательны, условно говоря, вы будете к себе. Да? Вот. Тем лучше, эм, как мне кажется. Эта ситуация имеет возможность для разрешения. Ну, потому что это, эм, само собой получится, ну, условно говоря. То есть, я имею в виду, эм, если вы будете чувствовать собой, да, если вы, эм, будете чувствовать молодым человеком, то, как бы, э, все будет развиваться, э, вполне, вполне естественно. Причем, заметьте, э, говоря, естественно, я не имею в виду, э, э, там, условно, хорошо. Потому что я, э, э, ну, в принципе, э, ну, в принципе, я не знаю, как, э, будут развиваться ваши отношения, если вы будете молодым человеком. Искренне полностью, да, может быть, он, э, вам скажет, что ты меня обманывала, и что все это время я был, э, э, с другой, да, ну, как бы не с тобой, а вот вообще, там, с другой и прочее, 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 прочее. Вот. Вот. То есть, это тоже важно. А, вот, поэтому, пожалуйста, в данный момент я бы хотел, очень хотел бы, чтобы вы его учитывали, во избежание, э, каких-нибудь недопониманий. Вот. Нужна уверенность. Нужна уверенность в том, что вы себе, как бы, э, верны. То есть, вы верны, э, вы верны, э, тому, да, вот, э, что вы делаете. Вот в этом нужна уверенность, э, условно говоря. Да. Понимаете? О чем, о чем здесь речь. И чем, чем более вы уверены в этом, да, тем более, чем, чем более вы уверены в этом, тем более будет молодой, э, человек сталкиваться с пониманием того, что он одинок. в этой, ну, в этой своей ревности, например, да, вот, и, э, чем быстрее к нему придет понимание, что нужно что-то делать именно ему, именно ему, вот. С другой стороны, с другой стороны, вы ведь уже, э, ну, формально, формально, вы пропустили, э, тот момент, когда человек начал, э, ну, ревновотвор. Ага, мне показалось, мне показалось, э, что, э, вы делали ему что-то вроде уступок. Вот. Ну, мне так показалось, опять же, я, понятное дело, э, могу здесь ошибаться, но мне показалось, что вы, э, шли на уступок. Вот. Вот. А если это, правда, вот, то есть, если вы, ну, действительно, шли на уступку ему, и, по факту, человек, получается, получил подтверждение, э, со своим действием, будет сложнее? Сложнее, конечно, а, сделать так, чтобы он пришел к какому-то, ну, к какой-то мысли о том, что у него есть, э, некоторые трудности и проблемы. Вот. А, значит, ну, к сожалению. Вот. А, потому что он уже получал подкрепление, подкрепление. И, соответственно, подкрепление, это, оно, укрепило его позиции, что он, он, может, может быть, прав. А, еще, мне, э, показалось, я могу, конечно, э, опять же, ошибаться, но мне показалось, что, э, вы, э, в большей степени, э, интеллектуально, пытаетесь обращаться с тем, э, что, э, значит, э, ну, с тем, что делает, э, ваш, э, молодой человек, и, в том числе вы. То есть, вы пытаетесь обращаться с этим в большей степени, как, как мне показалось, интеллекту. Что это значит? Это значит, что, э, вы ему объясняете. Объясняете свои, э, э, ну, там, не знаю, прагматичные цели вы ему объясняете, да, допустим, как вариант. Вот. Вы объясняете ему, э, что делает это ради, там, изучения английского языка, например, вы это делаете, да. То есть, вы пытаетесь ему объяснить. То есть, здесь есть очень, э, важный момент, что, э, э, человек, который ревнует, он, э, не нуждается в объяснении. Потому что ревнивый человек, а ревнивый, чтобы доказать себе, что он не достоин. Ну, вас, условно говоря. Или доказать себе, там, не знаю, что все женщины изменяют, ну, к примеру, как вариант. Вот. Или еще что-то доказать, там, что, например, не знаю, что верности нет, верности нет, ну, к примеру, к примеру, это просто к примеру сейчас говорю. Вот. Поэтому, э, на мой взгляд, на мой взгляд, э, когда вы пытаетесь интеллектуально объяснять, э, человеку, э, его позицию, э, или свою позицию, вот, вы моментально оказываетесь в, э, проигрышной ситуации. Потому что, э, дальше, если у вас получится, э, э, мужчины убедить их, э, ну, вот, в том, в том, что, э, это действительно так. Вот. В том, что вы действительно то или иное сделали только для, вот, ну, определенных целей. Вот. То все равно это будет из области того, что вам это нужно будет доказывать. То есть, э, постоянно это вот будет, э, такая доказательственная база. Это все равно, э, все равно, э, все равно человек, э, вам не доверяет, э, себе. Там. Вот. Вот. И, э, если человек не доверяет, э, себе, он, ну, в принципе, он не будет доверять вам. Вот. Потому что, доверие, доверие, оно начинается со, э, себя. Вот. А человек, получается, вам не доверяет, не доверяет. Это, конечно, э, как бы, делает, э, ваши отношения зависимыми от интеллектуальной истории. Вот. Поэтому, э, очень, э, важно, очень важно, чтобы, э, вы, э, реагировали на его ревность, э, именно, э, чисто, э, чисто, э, чисто, э, чисто, э, чисто, э, во-мо. Вот. Не, э, интеллектом, а именно чисто. Вот. Э, тогда, э, он будет лучше видеть вашу искренность и быстрее придет к, э, тому, э, что, там, э, ну, условно говоря, это могут быть его проблемы. Конечно, э, здесь очень важным, э, фактором является, является, э, 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 наличие, э, у человека, э, чувства, э, чувства, э, чувства, э, 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 чувства, э, 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 чувства, э, 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 чувства, э, 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 э меняться, возможно, ну, возможно будет ситуация меняться. Ну вот, и он там будет что-то делать, возможно, опять же говорю. Но если у него что-то нет, то будет происходить отдаление, будет происходить отстранение от вас. И это на самом деле такой, как мне кажется, довольно неприятный момент, почему люди вот предпочитают жить в иллюзии, да, в неких, ну, в неких таких теоретических моделях в том числе. Потому что, если из них выйти, вот, то можно увидеть то, как человек к тебе относится, а это может быть, может быть довольно болезненно, вот, поэтому некоторые люди этого не хотят, не хотят и боятся как огня. Боятся как огня такой истории, такой ситуации, вот, и из-за всех сил пытаются, значит, ну, пытаются сделать так, чтобы ничего подобного не было в их жизни. вот, и не особо важно, какой это ценой у людей получаться. вот, поэтому, мне кажется, что вы, может быть, может быть, я не знаю наверняка, но может быть вы боитесь того, что человек вас бросит, а может быть вы опасаетесь того, что человек уйдет, вот, и может быть вам страшно. И это является одной из причин, по которой, по которой вы пытаетесь ему объяснить, вы боитесь, что человек уйдет. я не говорю о том, что нужно, ну, условно говоря, забивать на него, да, то есть, я не говорю о том, что вам должно быть на него все равно нет, я говорю лишь о том, что вы жертвуете собой, как мне кажется, когда вот идете против, например, себя в определенных ситуациях, ну, в определенных ситуациях. И это, конечно, негативно влияет на ваше отношение с молодым человеком. Вот. Еще я думаю, что где-то вы в себе не уверены. Еще я думаю, что где-то вы в себе сомневаетесь, где-то, где-то вы испытываете тревогу. Вот. Соответственно, молодой человек это чувствует, ну, чувствует, 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 что вы испытываете тревогу. Вот. И, условно говоря, ну, бьет, давит, то да, если вы в чем-то не уверены и привозены, то ревнивый человек будет бить туда, потому что его это тоже привозит. И ревнивый человек, он ведь не случайно выбирает такого же, который будет с ним находиться в этих отношениях, потому что, ну, определенный партнер, именно, определенный, определенный партнер, он ведь, скорее всего, там, ну, скажет, что все, я ревнивые приношу, да, ну, как бы, ну, со мной не ревнивый, ты, что вы уйдете, например. Вот. Вы не уходите. Нет, это не значит, что вы должны уходить, поймите правильно. Вот. Я хочу сказать, что ничего случайного в отношениях не бывает. Вот. И какие-то элементы вашего поведения, вот, вполне вероятно, косвенно поспособствовали развитию такого отношения у мужчины. Нет, понятно, что он уже не был ревнивым. До того, как, ну, вы встретились с ним, это понятно. То есть, я не думаю, что он стал ревнивым с вами. Вот. Вот. В конце концов, если там, там, тебе что-то не нравится, ты можешь всегда уйти. Вот. Но он не уходит. Он, как бы, терпит это время. Вот. Это говорит о том, что ему это, ему это для чего-то нужно. Вот. Скорее всего. И вы подкрепляете для него получение вот того, что ему нужно. Вот. То есть, с вами он это получает. Поэтому, да, и, как бы, ничего плохого в том, что он что-то получает, от вас нет. Ничего плохого не было бы даже в том, что он ревнует. Вот. А если бы вас это не напрягало, потому что, ну, в конце концов, есть пары, где люди ревнуют и, как бы, всё хорошо. Вот. Но есть те, кого это не устраивает, конечно же. Ну, безусловно. Есть те, кого это не устраивает. Вот. Вас это не устраивает, соответственно, вы хотите что-то менять. Но вы хотите поменять молодого человека. А его поменять вы, к сожалению или к счастью, вы не можете. Вы можете изменить себя. Вы можете поменять своё поведение. Вы можете поменять своё отношение. Вот. В первую очередь, обратите внимание на А. Насколько я честна с собой и с ним. И на Б. Насколько я уверен в себе. Вот. И насколько я уверен в том, что я делаю. То есть, уверен ли я, условно, в том, что я общаюсь с кем-то и так далее. Вот. Опять же, вопрос здесь немножечко не в том, правильно ли вы поступаете или нет. Вопрос здесь в том, уверены ли вы. Да. Если у вас, допустим, сомнения, да. И если, к примеру, сомнения, если сомнения есть, то что вы с ними делаете? Да. То есть, как вы, вот, там, условно говоря, своими сомнениями обращаетесь. Вот. Это важно. Вот примерно на такие вопросы вам нужно поискать. ответ. Для того, чтобы решить вашу ситуацию. Ну. Чтобы решить вот этот момент, этот момент, связанный с проблемой. Вот. Ну и последний раз я хочу сказать. Это то, что отношения есть с системой и, как бы, здесь действуют, в принципе, законы системы. То есть, если вы измените свое поведение и свою реакцию, условно говоря, на действия человека, то изменится здесь сам человек. Но у него не будет выбор. Если сейчас вы боитесь, например, что в результате ваших действий мужчина может от вас уйти. Вот. Ваш страх обоснован. Вот. Ваш страх обоснован. Сразу скажу. Вот. То лучше, наверное, будет не спешить этим, чтобы как-то ситуацию менять, да. Лучше с этим не спешить, а лучше поговорить о том, что вы боитесь. Там, например, быть брошенной и поговорить с вами об этом. О страхе, например, дабы решить, что вы хотите с этим делать и хотите ли вы вообще с этим что-то делать. В этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду надеяться на ваш отклик.